Один из лучших способов социализации людей с ограниченными возможностями здоровья – их трудоустройство. Причем не только на специализированные предприятия для инвалидов по зрению или слуху, но и на специально оборудованные рабочие места в различных учреждениях и организациях. Именно это предусматривает прошлогодний майский указ главы государства. Как он выполняется, обсуждали на видеоконференции вице-премьера российского правительства Ольги Голодец с регионами. Основные сдерживающие факторы, мешающие людям с ограниченными возможностями здоровья и трудоустроиться на открытом рынке труда – отсутствие необходимой инфраструктуры на предприятиях и на рабочих местах. Именно поэтому постоянную работу имеют сегодня всего лишь 32% трудоспособных инвалидов. Это средний российский показатель. Но в Чувашии он вдвое выше. За 9 месяцев этого года из полутора тысяч обратившихся в органы занятости нашли работу 1038 людей с ограниченными возможностями. Средства, выделяемые из федерального бюджета на организацию специализированных рабочих мест, в Чувашии осваиваются полностью. Всего инвалидов 90 тысяч. 30 тысяч – одна треть в трудоспособном возрасте. 10 тысяч имеют трудовые рекомендации. То есть 3-3-3, в три раза меньше вмешается. 90 всего, 30 трудоспособный возраст, 10 тысяч инвалидов имеют трудовые рекомендации. 5,5 тысяч инвалидов заняты. Незанятыми остается где-то около 4,5 тысяч инвалидов всего. Ежегодно предусматривается около 7 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджета. Пропорция 95 на 5. 95 – федерация, 5 процентов Чувашской республики. Селфинансируем. В процессе видеоконференции обсудили и выполнение другого социально значимого указа о повышении оплаты труда работников образования и культуры. Все прогнозные цифры в Чувашии достигнуты. А если точнее, то показатели дорожных карт выполнены на 101, некоторые и на 129 процентов. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.